Сейчас и обсудим, что происходит на фронте. С нами на связи Денис Попович, военный обозреватель. Денис, приветствуем вас в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Давайте, Денис, для того, чтобы были мы конструктивными, в частности, с нашей стороны, все-таки сейчас озвучили эту информацию. На оккупированной Донечни заметили наемников из Малайзии, которые приехали воевать. Вот в нашем материале было сказано, что их сопровождает переводчик и так далее. Что происходит? Тут, наверное, даже не стоит искать определенные какие-то логичные ответы. Все просто. Россияне таким образом собирают по всему миру наемников, по всем странам мира для продолжения такой захватнической политики. Можем ли мы здесь также утверждать, что таким образом они перекрывают ту недостачу, которая сегодня есть в людском ресурсе, хотя, с другой стороны, достаточно и людского ресурса сейчас присутствует? Возможно, я не знаю, вы тут нам подскажете. Возможно, малайзийские наемники обладают какими-то специальными военными, скажем так, тактическими ходами, которые необходимы сегодня российскому оккупанту. Ну да, эти люди, скорее всего, обладают подготовкой, которая сейчас попадает в виде наемников в распоряжение вооруженных сил Российской Федерации. То есть это не просто людская масса, которая не набирает в рамках частичной мобилизации и привлекает их деньгами. Этих людей они тоже привлекают деньгами. То есть эти люди, которые едут для того, чтобы заработать. И там достаточно существенную сумму могут выделяться. То есть там же еще только Малайзия была. Там был Непал раньше. Там были представители африканских различных государств. Южной Америки и так далее. То есть Сербии. То есть тех людей, которые российские эмиссары находили по разной точке земного шара. Что их отмечают? Это, например, на подготовку. То есть их не нужно не оценивать. Потому что, в общем-то, люди из таких далеких уголков нашей планеты не будут просто так идти на нашу войну. То есть это искатели удачи. И это те люди, которые нуждаются в деньгах. То есть два момента, которые следует про них умереть. Но их не будет много. Почему? Потому что все-таки не способны перекрыть тот ресурс, которым нуждается Российская Федерация. Значительную часть, подавляющую, большинство не будут черпать на внутреннем рынке. То есть использовать граждан Российской Федерации, которых они дальше будут привлекать на войну с Украиной финансовыми, скажем так. — Денис, а скажи, пожалуйста, если вот мы видим этих иностранных наемников, это, знаешь, это как, как говорится, в пику российским пропагандистам, которые время от времени, знаешь, из таких загашников достают истории, а вот там та же Захарова, да, на пресс-аташе, иначе ее называют, конечно, но не важно, в Министерстве иностранных дел Украины, что вот там в Украине воюют, там натальские наемники и так далее, и так далее. Хотя Россия, в принципе, знаешь, вот сама занимается тем же. Но, как говорил сам Путин, да, кто как обзывается, так и называется. Нужно смотреть, что делает сама Российская Федерация. Но если говорить о таком найме, да, о такой какой-то вербовке, о таком предложении, какие выводы мы можем сделать из того, а пойдет ли путинский режим на дальнейшее усиление мобилизационных процессов? Потому что мы видим, что они пытаются живую силу вытащить где только могут. Да, не только вот эти наемники непальцы или малазийцы, кто их там называет как, вот, а и ЧВК Вагнер, ЗК, Шторм-Зет и так далее, и так далее. Да, по твоему мнению, как ты считаешь, да, пойдет ли путинский режим на дальнейшее масштабирование вот этой мобилизации, которая, к слову, не прекращается? Высоковероятно, что после завершения выборов президента Российской Федерации может быть объявлена официальная мобилизация по типу такой, которая была объявлена осенью 2020 года. Высоковероятно, хотя не 100%. То есть мы же с вами ожидали, что она может быть объявлена осенью прошлого года, потому что к тому времени уже были готовы все законодательные акты, законодательная почва для того, чтобы все это дело проводить. Почва осталась, поэтому, в общем-то, она может быть любое время использована. Поэтому еще раз повторюсь, после завершения выборов президента Российской Федерации вполне возможно, что частичная мобилизация на территории РФ может быть объявлена для того, чтобы резко повысить приток новобранцев в Российскую армию. Денис, тут еще возникает вопрос. Как ты считаешь, по твоему мнению, многие эксперты, аналитики отмечают, что кремлевский режим так или иначе, но хотел бы он перевести всю страну на эти военные рельсы, и речь идет не только об экономике, а просто внедрить эту войну в голову каждого россиянина, чтобы он даже вопросов не задавал, а зачем умирать? Зачем идти умирать в Украину? За что? За кого? Вот как ты считаешь, а побаивается ли кремлевский режим вот этого масштабирования? По твоему мнению, потому что ряд аналитиков, по-моему, были об этом и аналитические статьи со стороны экспертов Института изучения войны, которые отмечали, что Кремль таки вот думает, а стоит ли на это идти, потому что он не может просчитать точно, какова будет реакция со стороны так называемого российского общества? Ну, Кремль этого побаивается, потому что давайте мы вспомним совсем недавние события. В Башкирии были народные выступления. Конечно, они ничему не привели, они были разогнаны по причине того, что местного активиста общественного посадили в тюрьму. Люди требовали, чтобы его освободили. Потом дальше, вчера какая-то непонятная история была в Якутии, где на межсоциальной почве также были стычки между гражданами. То есть вот я назвал два примера. А сколько было уже возражений со стороны жены матерей, солдат, да, российской армии, что давайте демобилизовывайте, давайте уже кого-то другого берите на эту войну. То есть вот все эти, скажем так, проявления не смогут слиться в одно русло и достаточно непредсказуемым образом проявиться на территории Российской Федерации. Всего это в Кремле опасается и пытается все-таки не перегибать палку. То есть одно дело, когда ты привлекаешь человека финансовыми какими-то условиями, и он идет добровольно на фонд. Там его можно и обмануть, там его можно и не доплатить, но то уже делаешь другое. Ты контракт подписал, то есть ты знал, что ты ведешь. А другое дело, когда мобилизацию проводить. То есть будут ходить военкоматы, будут ходить представители военкоматов и не под контракт, а уже на обязательных началах людей забирать в армию. То есть тогда все эти протесты могут снова, с пухой, с новой силой. Я даже читал не так давно количество убитых военкомов в Российской Федерации. Там число уже числяется десятками, нужно будет посмотреть. А просто так же военкомов не убивают. Это тоже проявление того, что народ так или иначе недоволен из положения вещей, связанных с мобилизацией, даже которая происходит с каким-то украинцем. Денис, и тогда еще немножечко поговорим о ситуации. На фронте имеется в виду, что на определенных направлениях происходит. Понятно, что продолжаются позиционные бои, продолжаются и наступательные действия со стороны российского оккупанта. Украина обороняется, происходят так называемые, как я уже сейчас сказала, оппозиционные бои. Но хочу вот сейчас, ссылаясь на то, что сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулебов в интервью Бильд, я процитирую дословно, ситуация на фронте, возможно, даже более серьезным, чем это было два года назад. Украина испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов, боеприпасов, КПВО. Там так далее он много чего говорил. Но я вот о сложности и серьезности даже, он говорит, серьезная ситуация. Вот действительно, по вашему мнению, в чем ныне состоит не просто серьезность, а и сложность ситуации, происходящего на фронте? Ну, потому что действительно появляется информация о тех участках, где возможно повторное наступление. И мы уже отдельно об этом говорили, не хочется повторяться. Но все же, да, и Харьковской области, то, что происходит и в самом Харькове. О серьезности ситуации, как вы считаете, с чем она связана? Только ли с нехваткой артиллерийских снарядов, о которых говорит господин Кулеба? Либо же есть еще объективные факторы, о которых сегодня стоит говорить? Ну, нехватка, по-прежнему, это одно из важных, скажем так, аспектов, прежде всего. Она связана с тем, что Соединенные Штаты Америки сократились помощь, если сбросили на ноль в связи с теми процессами, которые сейчас происходят у них в Конгрессе. Нет ясности, нет определенности, когда будет принят бюджет, где предусмотрены деньги для помощи Украине. То есть заверений много, разговоров много, но, к сожалению, пока переговоры, в том числе и в поводу переговоров, о том, что они приближаются к коммунистическому завершению, тоже очень много заявлений. Но, к сожалению, пока вся эта ситуация не выливается в конкретику, не выливается в те суммы, которые мы можем получать на дальнейшее введение войны. Это самый важный аспект. Второй аспект, это, конечно же, мобилизационные предприятия на территории Украины. Мы слышали о том, что есть нехватка людей на передовой. Мы слышали о том, что есть проблема с проведением мобилизации на территории нашей страны. Мы слышали о том и знаем о том, что готовят соответствующие законопроекты, которые должны эти вопросы упорядочить в плане мобилизации. Вести там новые положения, которые должны так или иначе ситуацию улучшить. Об этом нужно говорить неустанно, потому что без мобилизации мы не сможем пополнять действующую часть, которая на фронте. Соответственно, мы не сможем давать людям отдых, которые в этом отдыхе нуждаются. И мы не сможем формировать новые бригады для того, чтобы в дальнейшем контрнаступать и дальше пытаться освобождать нашу землю. То есть все это связано одним с другим. И, конечно же, ситуация сложная, о чем и говорят многочисленные источники. Упираются же не только в боеприпасы, да, с системой ПВО. Есть мнение о том, что помощь со стороны Соединенных Штатов и с наших партнеров или отсутствие такой помощи, она сказывается на запасах ракет для того, чтобы отражать воздушные удары противника. Ну и многое другое. То есть и техника, да, то есть и другие виды вооружения. Все это во многом упирается в ту помощь, которую оказывают нам наши партнеры. Плюс финансирование бюджета. То есть финансирование экономики – это тоже иностранная финансовая помощь. То есть тут очень много вещей, на которых нужно обратить внимание, которые следует делать. В развитии истории, Денис, по поводу помощи наших партнеров, вот хотелось бы с тобой обсудить. Вот хороший, как по мне, очень такой интересный ход официального Лондона. Великобритания предложила Германии выкупить дальнобойные крылатые ракеты «Таурус», которые у Берлина долго запрашивает Украина. Об этом сообщает немецкое издание «Хандлсблат». Получив «Таурус», Лондон планирует передать Украине свои ракеты «Стормшедов». Переговоры по этому вопросу идут между Великобританией и ФРГ уже несколько недель. Но это предложение от британцев, как отмечается, может выручить канцлера Германии Олафа Шольца. От возможных неприятностей отмечается в этом материале. Ну, возможные неприятности – это вот мы давай оставим в стороне. Но сам подход, по твоему мнению, как ты думаешь, сработает ли на перспективу, и Украина так и сможет рассчитывать на большее количество подобных ракет, как те же «Скальп» или же «Стормшедов», поскольку, как мы понимаем, Лондон, по сути, предлагает Берлину хороший ход. Да, давайте нам «Таурусы», а мы то, что у нас есть. Ну и, по сути, вы не будете принимать участие в решении о непосредственной передаче Берлином-Киеву вот этих «Таурусов». Ну, ход хороший, но, как видите, ключевая фраза, что переговоры длятся несколько недель. Ну, думаешь. Это «Таурус» начались в прошлом году, да, и до сих пор продолжается. И, видимо, пока они еще не пришли к соглашению, что, в общем-то, лишняя растительство в том, что решение проблемы пока не просматривается. Вполне возможно, эти переговоры близко к завершению. То есть мы вчера пока об этом узнали, что такой ход предполагается. Вполне возможно, что не близко к завершению. Но посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Денис, смотри, ты сказал о проблеме. А в чем? Ну, в чем проблема? Эта же история позволяет, как говорится, держать руки чистым и Шольцу, и его коалиции. Есть с нами, Денис? Потому что хотелось бы эту историю все-таки докрутить. Историю с «Таурусами». Почему? Потому что, ну, мы понимаем... Есть, есть, есть. Да, да, да. Денис, прошу. Я не расслышал вашего вопроса. Да, говорю. Ты отметил в том, что, скорее всего, ну, вот, вот есть, есть движение в решении этой проблемы. Да, а в чем эта проблема? Ну, вот как ты считаешь? Если бы, Гарматау, судя по-моему, просто какой-то политический момент, мешающий Шольцу принять окончательное решение. Тем более, что у него уже давят и из Бунтестада. Мы помним, там, принимались какие-то законопроекты. На этой неделе должны были рассматривать соответствующие документы, которые оказали бы давление на принятие этого решения. Ну, пока мы не слышали о том, что этот документ рассматривался. Но, по-моему, никто, кроме Шольца, не возражает. Денис, спасибо. Спасибо большое за разговор, за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Денис Попович, военный обозреватель, был с нами на связи.